всем привет всем добрый вечер кому-то доброй ночи может кому-то даже доброе утро потому что сейчас конечно уже поздновато у нас сейчас почти 10 часов вечера у кого-то я знаю очень поздно из тех кто меня смотрит я прошу прощения что так поздно выкладываю замоталась вообще некогда было абсолютно я просто помню о том что и обещала снять еще раз про свой стеллаж меня все время спрашивают как он собран из чего он собран в общем вопросы у людей вот жалко конечно что видео пропало которое было на другом канале у меня там и под подробно было видно без слов под музыку но мой муж собирал этот стеллаж я снимала каждое его действие буквально то есть было видно и понятно как чего он сделан из чего в общем видео это пропало у себя найти его тоже не могу не пытаюсь еще там еще посмотрю кое-где на я думаю что у меня его нет наверно не на него стерла вот я хотел сказать что значит он состоит из хромированных труб это хромированная труба которая вот сколько мне надо сколько там мне надо грубо два метра до хромированная труба которая идет два метра вот эта деталь видите это никто ее не гнул вот этот крючок такой эта деталь продается отдельно определенный угол который вам нужен я думаю что они есть разные нам нужен был такой вот она вот так вставляется в эту трубу вот и прикручиваю ну как бы присверливает там специальный крепеж вот этот фланец что ли он называется вот его прикручиваешь к стене там вторая такая же труба эта труба проходит сквозь стекло стекле отверстия которая по заказу мы заказывали вот это значит по размеру стекло вот эту обработку это все на заказ соответственно отверстие по моему размеру для вот этой трубы вот то есть труба идет насквозь по всем полкам вот везде фланцы это для крепежа вот они тут и и с той стороны тоже как бы сверху и снизу потому что здесь тоже крепеж стекло надо прикручивать там специальные такие как вам сказать скажу у меня лампы просто в общем сбоку вот здесь вот сбоку там винтик прикручивается и как бы фланец сжимается и трубу фиксирует это чтобы полка не ездила зад-перед правильно держалась ну вот собственно все полки эти такие стеклянные по вашему размеру можете сделать их любого размера любой конфигурации который вам нравится и заказать там где вот вообще продается стекло где его режут где его обрабатывают все это можно заказать я честно говоря уже я уже говорила не раз что я не помню конкретно сколько нам это обошлось не помню правда потому что принципе тоже сколько уже прошло лет уже прошло как я его сделала даже не помню вот вообще не помню ну это конечно не дешево конечно деревянные стеллаж в леруа даже два купить гораздо дешевле чем вот это все делать вот и он упирается у меня в тумбочку это мой проект личный то есть я попросила так сделать вот и мне муж вот сделал такую тумбочку то мой муж сам делал потому что мой муж он вообще занимается мебелью раньше сейчас он уже не на мебели но он специалист широкого профиля по мебели по корпусной то есть вот этому он сделал нет эту тумбочку по моим размерам как я просила все там два ящичка даже для всякой мелочевки очень удобно и тоже видите фланец прикручена эта труба то есть она как бы в распорочку здесь стоит опирается на тумбочку ну потому что в пол ламинат это сделать неудобно я считаю зачем портить пол да так же как мы и решили не делать в распорку в потолок чтобы не его портить когда я сделала вот в стенку собственно вот и все получился такой стеллаж вообще изначально это мой муж такой стеллаж придумал мне но только не вот этот этот большой уже был вторым первый был маленький он тоже все самое абсолютно только уже меньше короче да этот уже потом я уже через несколько лет поняла что мне тот маленький надо сделать большой такой ну и сделали и вот у меня тоже там было видео я выкладывала со стриптокарпусами там она короткая очень то что было большое конечно она пропала на другом канале тоже мне кажется я там снимала вот у меня вот весь этот стеллаж был стриптокарпусах цветущих это было очень красиво там есть вот короткое видео тоже видно что и них там много и все полки заставлены сейчас тут конечно красоты не очень много основном я уже говорила тут у меня детки там в общем все хаос там и фиалки все подряд все вот я на самом деле мечтаю конечно чтобы с этого стеллажа вот так же как из деревянного так вот стояли везде орхидеи вот так вот цветоносы вот так вот свисали вот такая была красота это моя мечта с другой стороны вот куда мне все вот это вот остальное то девать она мне вроде тоже все нужно а поставить то его все некуда потому что маленький стеллаж принципе тоже весь забит вот видите там даже у меня стоят укорененные листики глакси ней сначала я укоренял их на заказ потом там что-то вот жалко было выбрасывать листья тоже укореняла вот там остались короче говоря стоят кстати хотел вам сказать помидоры я все думаю господи когда же они будут плодоносить помидоры эти смотрите у меня там уже помидора завязалась покажу маленькая такая случайно увидела думаю елки-палки наконец-то наконец-то а вот еще вот еще смотрите видно да вот этот очень вот сорт мне понравился вот 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 этот вот baby что ли он назад они подождите вру это пиноккио то пиноккио baby baby он тот чуть побольше но он тоже хорошенький он тоже небольшой как бы сам по себе кустик вот потому что я купила по как сказать по рекламе не эти сорта я по мужа рассказывала я не помню я купила балконное чудо жутко всеми блогерами разрызы разрекламированная просто уже даже заикать я бегала вы искала как сумасшедшая знаете вы нигде нет дом боже вот разрекламировали нет нигде вот и потом случайно в обе купила вот эти два сорта там больше не было только эти два сорта мини помидоры на подоконнику всем 2 пиноккио baby посмотрите какая прелесть это что-то вообще нереально особенно тот который тот с помидориной я не знаю даже 20 сантиметров нет он 15 или 12 15 на сантиметров высотой писать и какой маленький вообще компактный компактный обалдеть вот а потом я увидела в ашане балконное чудо и так обрадовалась хотя эти мне уже были посажены вот эти все и даже по он зашли вот купила балконное чудо посадила но тоже быстро взошло лесом и как начало расти как начало перегнала вот этих всех выросли жлыги какие-то длинные на конце два листа это ужас какой-то я не знаю либо это какие-то семена и даже вот честно говоря выбросила пакетики и не посмотрела что за производитель но скорее всего скорее всего это наверное не те семена просто подделка я хочу в это верить на самом деле балконное чудо хорошие семена сами по себе хороший сорт но мне не попалась такого а вот это вот я прям всем рекомендую кому надо но я эти помидоры посадила чтобы выращивать на окне поэтому это все так рано когда ними там были посажены в ноябре и это пересадка в ноябре было сажала я либо в начале ноября да наверно начале или в конце октября чет не помню уже короче так что вот кому надо покупайте вот в обе были вот эти два хороших сорта прям чудесные расчудесные ну это так я отвлеклась это лирика так что вот ну про стеллаж я думаю что в принципе да понятно чего лампы там у меня вот эти по 30 ватт по 35 ватт потому что сам стеллаж он конечно немножко меньше чем лампа ну ничего она немножечко так тут у меня как говорится выпирает ничего страшного кнопочка тут есть вот можно погасить ее отдельно включить в принципе я включаю у меня не на одну вилку все сделаны можно это специально для таймера было сделано но таймер мне пока не нужен вот я включаю все вручную подхожу там у меня удлинители на кнопку нажимаем и все выключается одной кнопочкой так что очень удобно в принципе у кого есть руки и желание у мужчины с руками такой стеллаж можно легко сделать так что не знаю что еще про него рассказать если что-то все-таки непонятно вы пишите я вам еще раз расскажу ну вот в принципе все в принципе все в этом видео а то там что-то уже смотрю длинное уже получилось ну все всем пока надеюсь я никого не разбудила до связи в эфире ну ну Продолжение следует...